Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, её ведущий Андрей Печеев. Уход человека из жизни — всегда тяжёлое испытание для близких. И это по человеческому естеству понятно и объяснимо. Ведь даже когда мы просто расстаёмся с любимыми на время, мы грустим, печалимся, проливаем слёзы. И тем более, когда предстоит последнее расставание в земной жизни. Каждый, кто теряет близкого человека, задаётся вопросом, «Что я могу ещё сделать для своего любимого?» И действительно, когда наши близкие заболевают, мы спешим на помощь, идём в больницу, покупаем продукты, лекарства. Если они находятся в какой-нибудь другой беде, тоже помогаем, чем можем. И в этом сочувствии выражается вся наша любовь и соболезнования им. Но человек усопший не менее, а даже более нуждается в нашей заботе. В чём заключается эта забота? Чем мы можем помочь нашим усопшим близким? На эти вопросы отвечает книга, которая находится сегодня на нашей книжной полке. Она называется «Вечная память». Об этой книге далее в нашей программе. Авторы данной книги — «Отец и сын» и романах Иов Гумеров, и священник Павел Гумеров. Они знакомы нашим читателям по книгам «Тысяча вопросов священнику», «Ключи от семейного счастья», «Семейная жизнь в вопросах и ответах», «Православная аскетика», изложенная для мирян. В настоящей книге читатели найдут подробные указания обо всех деталях православного погребения, а также пастырские советы и слова поддержки. В приложении помещены утешительные письма святителя Феофана о часе смертном и молитвы, которые в православной церкви принято читать, провожая ближнего в путь всея земли. По словам авторов, мы можем сомневаться в чём угодно, будет завтра пасмурно или ясно, будем мы здоровы или заболеем, будем богаты или убоги, но в одном нет никакого сомнения, рано или поздно наша земная жизнь окончится, и мы предстанем пред Богом. Как учат святые отцы, забывать об этом не следует, ведь память смертная оберегает нас от многих неверных поступков и от многих грехов. Как в предисловии отмечает отец Иов, «Смерть не является законом жизни, установленным Богом. Творец создал человека для нетления, но с грехом вошла в мир смерть. После грехопадения прародителей смерть стала общим уделом всех людей. Она является последним событием земной жизни человека. Для праведника заканчивается время подвига, а у грешника отнимается последняя возможность совершать грехи. Однако христианство учит, что смерть смерти рознь. Слово Божие называет кончину грешников лютой, если даже внешне она была обычной и спокойной. Люта она потому, что за ее вратами начинаются лютые терзания, нескончаемая смерть. «Смерть же любого христианина, жившего угодно Богу, такая смерть непостыдна, то есть неукоризненна. Честна пред Господом смерть преподобных Его, говорит пророк. Честна значит почетна, с честью». В молитвенном прошении она названа также мирной, то есть в мире с Богом. В Святой Библии перед нами проходит не только жизнь праведников, но и их блаженная смерть, таинственная смерть Моисея на горе Неву, с вершины которой он увидел обетованную землю, тихая смерть Давида, умершего в доброй старости, мученичество апостола Стефана, молившегося за побивавших его камнями и другие. Слово Божие создает особую честь тем, кто в великой битве добра и зла был с Богом. Так как христианство является религией спасения, то вопрос о смерти неотделим от главного вопроса каждого человека — достижения вечного блаженства в Царстве Небесном. Господь, Которому мы не только верим, но и во всем доверяем, дает каждому возможность приготовить себя верой, добрыми делами, исполнением евангельских заповедей к этому особому дню. Однако люди, далекие от веры, отрицают вечную жизнь, поэтому со смертью близких часто впадают в отчаяние и уныние. Многие впадают в черную тоску. «Все, — говорят они, — жизнь закончилась. Если моего любимого человека больше нет, он перестал существовать, то дальнейшая жизнь не имеет смысла. Нельзя сказать, что верующие не скорбят о кончине близких, но они относятся к ней совсем по-другому. Мы знаем, что человек живет вечно, что смерть — это только разлука, его жизнь продолжается, но в вином качестве. Знаем, что мы связаны с усопшим узами молитвы и любви. В качестве примера прочтем письмо святителя Феофана Затворника, который пишет к умирающей сестре. «Прощай, сестра, Господь да благословит исход Твой и путь Твой по Твоем исходе. Ведь Ты не умрешь, тело умрет, а Ты перейдешь в живой мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая. Там встретит Тебя батюшка и матушка, братья и сестры. Поклонись им и передай им приветы, и попроси позаботиться о нас. Тебя окружат Твои дети со своими радостными приветами. Там лучше Тебе будет, чем здесь». «Так не ужасайся», — пишет святитель, видя приближающуюся смерть. «Она для Тебя дверь в лучшую жизнь. Ангел-хранитель Твой примет душу Твою и поведет ее путями, какими Бог повелит. Грехи будут приходить. Кайся во всех и будь крепкой веры, что и Господь, и Спаситель все грехи кающихся грешников изглаждает. «Изглаждены и Твои, когда покаялась. Эту веру поживее утверждай в себе и пребудь с нею неразлучно. Даруй же Тебе, Господи, мирный исход. День другой, и мы с Тобой. Потому не тужи об остающихся. Прощай, Господь с Тобой». По мнению издателей, от этого письма веет светлые надежды. В настоящей книге читатели найдут еще несколько писем святителя Феофана Затворника, специально подобранными авторами для утешения тех, кто скорбит об усопших. Стоит также отметить, что человек не исчезает как личность со смертью мозга и остановкой сердца. Кроме тела, нашей временной оболочки, он имеет вечную, бессмертную душу. И именно душа составляет сущность человека. И если мы действительно любим близкого, то не за красоту тела и физическую силу, а именно за качество души. А раз наш ближний, как и все люди, бессмертен, то и там, за чертой земной жизни, нуждается в нашей помощи и поддержке. Итак, что он от нас ждет, и чем мы можем помочь ему? Ничто земное, конечно, уже не интересует усопших. Дорогие надгробия, пышные поминки и прочее не нужны им. Нужно им только одно — наша горячая молитва. Молитва об упокоении их души и о прощении их вольных и невольных грехов. Сам умерший за себя молиться уже не может. Он может только рассчитывать на молитвы Церкви и тех, кто знал и любил его при жизни. И святитель Феофан Затворник говорит, что усопшие нуждаются в наших молитвах, как бедный в куски хлеба и чаши воды. О действенности молитвы за усопших свидетельствует многовековой опыт православной Церкви. Предание церковное, творение святых отцов, жития святых донесли до нас огромное количество свидетельств молитвенной помощи усопшим. Поэтому мы должны помнить, что ни одно наше молитвенное воздыхание, приносимое с верой и любовью, не является тщетным. Нам надо молиться за усопших и спасаться, и тогда неминуема встреча с ними. Как пережить боль утраты? Боль, которая надолго выбивает родных усопшего из привычной кольей жизни. Как правильно подготовить усопшего к погребению? Как проводить его в последний путь? Как делать потом? Как поминать? Зачастую эти вопросы возникают только тогда, когда человек стоит перед фактом чьей-то смерти. И поэтому ответы на них всегда актуальны. С помощью данной книги читатели познакомятся с подробностями православного погребения, узнают, когда происходит церковное поминовение усопших, и найдут добродетельные слова утешения и поддержки. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин